Деньги заплачу, ребята, чтобы вынесли ему мусор. Ребят, ну там невыносимо уже находиться, у меня аж голова закружилась, если честно, и не болеешь ничем, как бы на спина, ноги, ничего. Нет, все равно. Алексей, дядя Леша, вот он, представляете, вот он каким был, вот он. Ребята, всем привет, это канал Жесть Андреевича, с вами Андрей Баталов, естественно. Сегодня идем в гости к Алешке, идем в гости к Алешке, у нас весна, все тает, жесть, что на улице творится. Иду сегодня к Алешке, узнать, как у него дела, в принципе, размера его спросить, какие-то вещи ему дать. Просто, ну, видели же, квартира какая, в каком состоянии, убитая, вся разбитая. Просто спросить, какая помощь нужна. Тут маленько мы притворялись, что мы с Литвы. Тут я хочу вам сказать, что мы с Литвы. Он говорит, никого ничего не надо, я говорю, я корреспондент с Литвы, он тогда только пустил и репортаж свой дал. А сейчас я ему хочу признаться, что не с Литвы, и хочу с ним, в принципе, пообщаться у дяди Леши. Как он там соживает? Здорово, дяди Леш. Скаказин, скакалец. Что, как дела-то? Как, как, всегда, ну? Дяди Леш, окошко-то открой, ё-моё. Да, как будто здесь кто-то умер, блядь. Ну ты обутай. Вот пройди и открой. О, блядь. Жить, ты будешь? Ой, дяди Леш, блядь. Ты что окно-то не открыл? Кого? Я что тебе, блядь, не сплевал? Окно не открыл, что? Мёрзно. Мёрзишь. Здесь убираться тебе надо. Дядя Леш, убираться надо, он убраться надо, убраться надо. Вот здесь это всё, вот эту хуйню убрать надо. Вот про это мне и говорил. Да, я же тебе говорю, надо мешки, мешки. Я мешки сделаю, перчатки. Ты принёс мешки-то? А? Какие? Я говорю, ты же обещал. Ну? А? Так он же обещал тебе. Не он, а другой обещал. Вон у тебя телевизор, вот он-то. Здесь электричество сколько у тебя не работает-то? Давно? Да, в полгода. А вон, розетка, розетка-то воткнута, вон она. Ну и хуйня. Ну мало ли вдруг включится, блядь, да? Так всё равно она отключена. Ну я знаю, ну нет, но всё равно у тебя, чтобы не торт, что-то, чтобы не просто так розетка на стене была, а чтобы вилка воткнута была, да? Ай, бог с ним. А, бог с ним. Ой, конечно. Я поговорил с пацанами, Ренат придёт, поможет, Настя придёт, поможет, вот это всё убрать у тебя, вот это всё. Какой Ренат-то? Это... С первого подъезда? С первого подъезда, да. А Настя его жена-то? Ну, живёт он с ней, с Настей-то. Ну, я с ней поговорил, придёт, говорит, поможем. я им сказал что заплачу это все нанимать и ребят надо газели это все увозить ну сколько заплачу я говорю договоримся там я город и по соседке то помочь что не можешь что ли ему по скудникам уговорю ну а вдруг меня на работу вызовут я грудно выходные тебя же никто не вызовет я говорю давайте идешь чтобы он уже не говорит школе вместе с настью долбит что-то стена там а я говорю а нас это че с тобой долбит стена он говорит да нет горит так маленько говорит это там где подметет где чё вот это холодильник надо выбирать он ребята разрухато ядрём батон бляха муха вот это такие квартиры еще не да я же не говорю вот это подготовить просто перчатки я знаю знаю и блять просто освобождать надо освобождать на ох ребята я вот тут раз снимал а у меня ребят снял я здесь дядя лёша контент такой был вообще все рассказывал мне про жизнь свою там а у меня флажка накрылась и в итоге то не снял я ничего ты же и блять а ты думал что ты же дядя лёша ты забыл ты забыл как тебя зовут что меня леонид петрович зовут дядя лёша будешь дядя лёшина вот так от теди лёша говорит что не убираешь мешков нету да нет мешков так бы убрал бы правильно вот во вторых а куда эти мешки выкидывать так не а сейчас контейнеров то нету что тут были три штуки и все убрали говорят кошки собаки заколебали на нее надо найти посмотреть принципе вот так вот выходишь вот так вот выходишь да здесь это вот надо как-то ну одни машины стоят но найдем найдем не делешь контейнер не переживай нормально да да я знаю найдем найдем ребята здесь здесь такое дело я посмотрел потом питочек ты снимал здесь 145 578 тысяч это июнь 18 год ребят июнь 18 год а сразу к 40 видите 21 квартира не делешь вот видите задолжал ядрём батон задолжал прям и капремонт у него там был помимо того же еще капремонт получается май 18 год уже 12 тысяч двести было это май представляете то сколько уже июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль мар 10 месяцев ребят ё-моё почти 10 месяцев сколько набежал там тысяч двадцать пять наверное это да здесь в общем сложности где-то на было-то 140 140 140 140 200 на раз чем-то стал в общем ребята здесь вот решили помочь ему вот эти все бутылочки все убрать мусорку найдем вот это все выкинем элементарно как-то красиво самое печальное ребят самый треш я сейчас покажу блять ой я не знаю я второй раз не смогу туда зайти ребята чё с тобой чё со мной чё у тебя в туалете на мусорку блять ой ребята не передали вот видим тараканов детства мушкара летает гадское видит перекрыли блять ой ходил ты гриш отваживал здесь народ ходил ты он пал папа выгонял половину до этих алкашек и всяких палку гриберу горит и горит херачу их что говорит это не поводному ну а так тут все-таки тут ночью спать ляжешь проснешь что утром что делать сидишь на кресле в кресле просто книги не читаешь очки но я вот вижу какие-то солнечные непонятно я говорю может они рядом то нет вот так вот лежат вот эти вот а где такие взял а у тебя брат 6 на где он и чё у тебя последний у тебя очки забыл что ли все больше не приходил не последний слушай а вот еще очки какие-то ядрём батон вот они ну на садевая все равно и ты то есть в них не не видишь что ты сейчас на пенсии получается тебе сколько лет за лишь на 64 да ты это немного что 4 это нормально 65 скоро да это фигня просто вижу делешь запустил просто тебе бы надо какую-нибудь там женщину не знаю ухаживала бы что за тобой там не знаю там нормальную который чтобы как бы жила что ли ну здесь такие которые просто хотят жить найти просто как бы и нормально жить учеба на тебя в руки взяла бы так сказать умыла отмыла то сколько не можешь и кстати один год ребята один год не моется надо помочь человеку надо помочь надо помочь из квартиры с квартиры мы сами разберемся здесь квартира определенно ребята мы здесь разберемся с квартирой именно по уборке я найму машину то есть людей которые будут убирать это все вот ребят клика помощи давайте поможем деде лёше деде лёше принципе он как бы не алкаш ничего вроде как бы просто не может вынести не может эти мешки найти как бы вот помочь толчок надо вот некому ему помочь некому один на фотографии вот мама умерла царство небесное женщина хорошие ребята клика помощи определенно что человеку нужно помочь сводить в баню в баню отмыть отпарить так сказать нормально все будет но прежде всего здесь у него свет выключили понимаете большие долги у него 8000 пенсия 8000 никто не поможет ему вообще никто вся надежда на пас ребята хотя бы по 10 рублей по 15 кто как может кто силах вот этого всего это все я видео предоставлять будет буду и принципе вы это все смотреть будете как это переломные моменты происходить будут все будете наблюдать смотреть я как и уберемся здесь все вот этом уберем вынеси ну долг большой там за 200 с чем-то тысяч сейчас как бы ребята вот я реквизиты скину карт карт вот куда можно перевести и конечно не делишь и надо помочь хотя бы мо маленькую сумму наберем я схожу в жек управляющую компанию хотя бы договорюсь чтобы в рассрочку чтобы гасить что ли он с пенсии там с ней вместе приду увезу его на машине договор там заключим с ними чтобы хотя бы свет включили и быть и воду это невозможно в туалете же там фекалии все это же жесть это пока не сделаешь здесь невозможно ремонт делать и что-то делать просто вот хотя бы мусор уберем и хотя бы маленькую сумму внесем с жеком хотя бы договоримся чтобы они нам пробку убрали здесь и свет включили потихоньку я думаю нормально все будет нормализуется все и все будет отлично принципе человек хорошая посмотрела и видите вот как вот такие ситуации попадают разные ужасные так что ребята вся надежда на вас кому не жалко кто сколько может ссылочка будет внизу в описании вы увидите кто захочет у кого есть желание вообще не желание а то реально как бы в силах ли это сделать сможет поможем а так ребята еще знаете здесь комната есть такая двукомнатная квартира в комнатной квартиры и меня знаете что удивило что в этой комнате ребят в этой комнате вот в этой комнате чистота чистота порядок ребята здесь не бычка 10 фото альбом и книжки все по полочкам сложено все аккуратно сделано вот эту картину мы, вот, я снимал уже видео, но у меня файлы удалились, а здесь Алексей, дядя Лёша, вот он, представляете, вот он каким был, вот он, видите, молодой, горец такой, это где-то на севере, а не давно, вот, самоделками занимается, вот, ребята, пишет картины, это одноклассница его, одноклассница сам рисовал её, писти, карандаши, талант у человека, талант, талант, просто, талант, просто надо как-то помочь ему в этом, видите, ребят, Высоцкий, кстати, вот фотография такая, прям, фотографировали, да, не какой-то там журнал, а вот фотография, я спросил, где, взял, он не помнит, вот он рисовал картину, вот эту картину, он на севере, вот первую фотографию смотрели, где они там толпой стоят, это вот где они находились на севере, он там работал, вот, ребята, это всё, он рисовал, где он находился, прям оттуда брал, видите, донес прям ветер дует дым в ту сторону радуга то есть вот знаете вот эту всю атмосферу всю атмосферу он отразил на картине от отразил на картине ребята клетка стоит ждет наверно попугай какой заведется здесь то есть кто-то хоть как какой-то домашний животное будет так ребят конечно конечно жесть заходил но это представляешь это пахнет там а если как зайдешь это же вообще же здесь 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 ванище конечно помочь надо ты это значит хотел спросить не хочешь помочь здесь убраться вы там перчатки одну мешки но ребят еще как-то поможет определенно здесь делюсь и надо помочь видели ребят никто не поможет сосед твой сосед твой да я говорю нет он дрова колоть какие-то придумал в общем ничего не хочет и помочь ничего сделать короче всем похер вот ребята представляете вот так вот да человек живет элементарно просто помощи какой-то вот я прошу это допустим вот я ему даже деньги предлагал но ему видимо большие совсем деньги нужны он сколько заплачешь сколько вроде я грану по соседке ты ты чё он говорит ну да он один живет некому помогать я вон ты все же понимаешь вот все понимаешь ну чур не уж что ты помочь не сможешь помочь ну элементарно человеку то надо же помочь то он ну давай созвонимся сегодня настя такая мнение не мы там это дрова колоть будем дрова некогда короче ну короче с я как понял с ним надо отдельно разговаривать часто у соседа попросил а я там мешки если чего выиграли у нее у меня там ребенок то короче так понял сам на себя только надеюсь и сам ребят там невыносимым уже находиться наш голова закружилась если честно это же ты как в таких условиях сейчас мне кажется весь пропах там прям этого нищие ну надо помочь прям где глаза резала и уже голова окружилась от этой вони но там видели все гниет все все не в человеческих как бы условиях живет но это кошмар конечно как я выдержал как я выдержал это на самом деле тяжело жить таких спартанских условиях ему никто помочь не может никто не хочет всем плевать я ребят если есть возможность как бы хоть по 10 рублей как бы скинем человеку поможем я в баньку свожу сажу баньку то есть по моему отстираем вещи хотя вот хотя бы с электричеством и с водой разобраться это же ужас конечно деньги заплачу ребята чтобы вынесли ему мусор сам же буду убираться помогать все двигатель выкидывать что ненужное но ребята там если вымывать все конкретно там нужна вода естественно там ему пробку поставили воду отключили газ отключили электричество отключили то есть дают человека просто чтоб умер и и долги ему каждый месяц по пять тысяч там живет без всего и все равно ему пеня идет долги тысяч двести двести пятьдесят у него долг точно сейчас есть но никто он один там прописан ребят квартира его но никто не поможет ничего не ужас вообще я ребят у вас есть возможность как бы кто сможет задонатить ссылку я в описании кину на карту сбербанк на счет куда можно хоть какую-то копеечку хоть что-то насобирать и я пойду обязательно в управляющую компанию и договорюсь как я вам сказал хотя бы какую-то рассрочку ему чтобы сделали что все включили самоподключение ему сказали самоподключение сделаешь штраф там большой ой он выживает ребят я принес ему продуктов покушать хлеб он блин он так грязными руками ногти он так ел видно голодает прям в квартире не дышать кого там кто-то умер там прям ужас чё фу ребята я еле прям надо это все выбирать вычищать ну поможем человеку с божью помощью поможем он хороший человек ребят все ребят увидимся пока пока